Всем добрый день, добрый вечер, в зависимости от того, из какого часового пояса вы нас слушаете, потому что наша аудитория находится в разных часовых поясах. Меня зовут Татьяна Коваль, и мы сегодня с вами вместе снова на подкасте Happy at Work. Этот подкаст посвящен теме счастья, сотрудников благополучия, развития корпоративной культуры и бренда работодателя. И мы здесь встречаемся с людьми, экспертами в своих сферах, которые связаны с этими тематиками. И сегодня у нас в гостях Марина Безуплова, эксперт в области поддержки благополучия, вообще темы благополучия как на индивидуальном, так и на корпоративном уровне. И мне кажется, нет ничего прямее, чем деятельность Марины, связанная с темой подкаста Happy at Work. Сегодня мы будем про это говорить, мы будем говорить про благополучие, в первую очередь, конечно, на корпоративном уровне, то, что такое счастье с точки зрения управления бизнесом, потому что это всегда вызывает много вопросов, если люди с этим не сталкивались. Ну и, конечно же, о личном благополучии тоже поговорим, потому что одно без другого не существует. Это все очень взаимосвязанные процессы. Марина, здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Очень приятно быть на вашем подкасте и говорить на такую интересную, хорошую, важную, мне кажется, социально значимую сейчас тему. Спасибо. Ну, я традиционно всегда прошу представить со спикера пару слов о себе рассказать, о своем профессиональном пути, потому что, как тоже человек, который выступает, никто так не расскажет, не похвалит себя, как ты лично сам, не расставит так акценту в своей большой профессиональной биографии. Поэтому хотела бы попросить рассказать о вас, чтобы та аудитория, которая видит вас впервые, вас полюбила, стала вашим фолловером и взглядела за вашей деятельностью, получала как можно больше полезной для себя информации. Марина, вам слово. Да. Наверное, стоит сказать, что у меня такая дуальная роль. С одной стороны, я уже более 20 лет занимаюсь такой темой, как маркетинговое исследование, социальное исследование, работаю в компаниях, которыми эти занимаются, и уже тоже около 20 лет работаю топ-менеджером, и сейчас работаю в компании Ипсос, исполнительный директор, руководитель направления HealthCare. И как топ-менеджер, конечно же, я не могу обойти стороной эту тему well-being, тему благополучия сотрудников, потому что это ключевой инструмент работы, работы, мне кажется, менеджеров, как вообще создавать среду и делать ту атмосферу, в которой сотрудникам приятно работать, они раскрывают свой потенциал, тем самым решают в том числе и задачи компании. Это одна моя роль. Вторая моя роль, она связана с развитием такого направления, как well-being, и здесь, наверное, это связано с тем, что мое первое образование медицинское, потом я получала еще психологическое образование дополнительное, и к тому же долгие годы работы вот как социолог определила вот то, что этот тренд, он крайне важен, его надо разрабатывать, и, как вы правильно сказали, и на персональном, и на корпоративном уровне, потому что я верю, что на корпоративном уровне темой благополучия, здоровья можно заниматься только искренне, будучи таким, скажем, адептом этой темы, исповедуя самостоятельно тоже эту тему, потому что это очень чувствуется. Все идет вообще изнутри наружу, поэтому, когда ты прокачиваешь себя, свое личное здоровье, благополучие, ты, по сути, очень сильно влияешь на окружающую среду, соответственно, на свою рабочую среду, и тем самым оказываешь влияние и на своих сотрудников. Ну и, конечно же, отдельно я занимаюсь темой такого благополучия корпоративного, и, кроме всего прочего, и наша компания занимается исследованиями в области организационной среды, и тема благополучия сейчас стала очень важной, и по этой теме приходится и очень много на конференциях выступать, также являюсь приглашенным преподавателем в бизнес-школе Сколково, и пишу книги на эту тему. Вот, собственно, 4 года, 3 года назад вышла книга «Вэлбиинг. Управление стрессом. Развитие креативности», и сейчас я жду выхода новой темы, балансируя на грани, как сохранить устойчивость и не выгорать, которая как раз посвящена теме стресса, выгорания и что с этим делать и на корпоративном, и на личном уровне. Вот, наверное, это такие основные, может быть, штрихи моей биографии, которые как раз и показывают, что я смотрю на эту тему «Вэлбиинг» с очень разных сторон, и с медицинской, психологической, как социолог, и в том числе как топ-менеджер. Я практикую это и внутри компании, и рассказываю, скажем, на разных мероприятиях о том, как это можно делать успешно и эффективно. Марина, у меня к вам первый вопрос. Бизнес всегда считается такой достаточно циничной сферой, где, в первую очередь, мы думаем, это не социальная сфера, это сфера, где мы пришли, чтобы зарабатывать деньги, такие, как говорят, циничные бизнесмены, которые, ну вот, там, наша главная задача. Тем не менее, мы видим по всему миру развитие огромной тенденции на человекоцентричность. Бизнес стал говорить про «Вэлбиинг», конечно, как сказать, спасибо, не было бы ковида, может быть, не было бы такого буста в этой сфере, да, международного активно, безусловно, эта сфера после, там, 20-го года, после пандемии развивается по всему миру, но уже и до этого стали говорить про важность человекоцентричности. Вот, на ваш взгляд, какие основные аргументы у компаний, которые говорят, важно инвестировать и поддерживать благополучие сотрудников? Почему действительно вы, и как топ-менеджеры, и как эксперты в этой сфере считаете, что это важно? Почему компании по всему миру вдруг начинают вкладывать, действительно очень серьезно вкладываться, да, в благополучие своих сотрудников? Наверное, здесь есть ответы и такие, которые отвечают вот таким запросам циничности, которые вы обозначили, но не только. Если говорить о том, как влияет вообще благополучие сотрудников на бизнес, конечно же, есть положительное влияние, и на эту тему есть много достаточно исследований, которые показывают, что улучшение уровня благополучия сотрудников положительно влияет на рост прибыльности компании, на НПС, на лояльность как сотрудников, так и внешних клиентов, и много других показателей, и инновационность компании, и многие другие вещи. В этом нет никаких, наверное, удивительных вещей, потому что, как мне кажется, это совершенно очевидно, и вот мне кажется, что IT-компании раньше других поймали вот эту фишку, что когда ты заботишься о сотрудниках и создаешь им условия, когда им хорошо, они позаботятся о твоем бизнесе, потому что, когда решены все базовые потребности, то, естественно, уже человек переходит на уровень реализации своих творческих потребностей, своей миссии, самореализации, самоактуализации, и вот тут совпадают задачи компании и задачи сотрудника. Если компания создала вот эти прекрасные условия, сотрудник будет с удовольствием вот свой потенциал развивать, решая задачи компании, и вот IT-компании, там, где, конечно, человеческий ресурс, интеллект человека, значит, очень много, очень много вкладывают в то, чтобы создавать эту среду, и получают, естественно, возвратные эти инвестиции. Это если говорить о том, почему это выгодно. Кстати, это выгодно, но очень мало компаний умеет измерять этот импакт, то есть это доказано на уровне каких-то больших исследований, на уровне компаний, не так-то хорошо это измеряется. Но есть еще одна причина, и мне кажется, что все-таки наш мир становится чуть более гуманистичным, и тоже пандемия во многом дала этому ход все-таки и топ-менеджеры, и работодатели. Вообще люди задумались, что здоровье – это очень хрупкая субстанция, и социальная функция бизнеса очень велика. Это не только генерирование прибыли для акционеров, это и создание хороших рабочих мест для сотрудников, и поддержание их здоровья. И работодатели очень понимают, что они очень серьезно влияют на здоровье экономически активного населения. Они могут его ухудшать, а могут и улучшать. Поэтому мне кажется, что все-таки бизнес стал более гуманным, а топ-менеджеры стали тоже, мне кажется, исповедовать не только ценности зарабатывания прибыли для компании и бонусов для себя, но и уже многие думают о какой-то своей миссии, о вкладе, об импакте. И то, как я влияю на людей, конечно, играет огромную роль. Ну и тоже битва за таланты. Сейчас все компании стремятся удержать талантливых людей, стать хорошим работодателем, чтобы к ним приходили люди. Кадровый голод, наверное, во многих странах, в России сейчас особенно такая серьезная история. Поэтому здесь очень-очень много вопросов, которые работодатели заставляют инвестировать в эту тему. Я вспоминаю как раз про две стороны, про циничность и расчет, да, и про гуманистическую ценность. Одно из конференций было очень давно, еще до момента, когда тема благополучия стала такой популярной, 18-й или 19-й год, когда вот прям надо было находить компании по одной, которые это делают. Было две международные компании. Одна компания Unilever, которая очень классно все считает. Это одна из немногих компаний, которая прям показывает вот там на каждый вложенный доллар или евро. А у нас вот такая-то отдача, и там вполне впечатляющие цифры. Сейчас детали уже не помню, их варьируется от года в год. Эти расчеты, например, там один к трем или один к четырем, да, на вложенный доллар. Сколько мы, какую отдачу получили. А вторая была компания, тоже международная, по-моему, это была компания Schneider Electric. И вот они там рассказывают о своей программе. Мне очень понравилась фраза, когда сказали, ну сколько же денег, да. А там в связи с тем, что мы не все считаем, но нам нравится, что руководители компании считают, что просто так правильно делать. И вот мне кажется, в тот момент, когда сходится убеждение, да, и сходится, соответственно, ну и возможность их посчитать, это идеальный такой баланс. У меня, по-моему, вот какой вопрос, поскольку он действительно очень много вопросов по поддержке благополучия, особенно ментально благополучие, упирается в, знаешь, ментальные модели, в первую очередь модель лидера, его убеждение, да, то есть то, как он считает там. Считаем ли мы, что счастье – это личное на работе, помните, да, это бизнес ничего личного, а сейчас ровно противоположная тенденция, это бизнес, тут все личное, да, здесь приходит человек, здесь есть личность и так далее. Вот хотелось бы вас спросить на эту тему, ваше видение, ваш взгляд и подход. Первое – какие, на ваш взгляд, сегодня с точки зрения лидерства установки действительно становятся популярными, и второе – может быть, есть какой-то личный опыт, да, может быть, есть опыт работы с осколкой и так далее. Как можно помочь, что ли, да, смотивировать тоже лидера посмотреть вообще в эту сторону? Какие установки лидера помогают компании стать более человекоцентричными? Мне кажется, это вопрос, без которого невозможно никакая трансформация, да, в сторону человекоцентричности, если лидер не взял себе, ну, такие гуманистические установки в качестве некой нормы. Вот такой вопрос хотел бы возникнуть. Знаете, вы совершенно правы, потому что это одна из тем, которые обсуждается и даже исследуется, что, собственно, программа благополучия и такая здоровая корпоративная культура, она процветает именно там, где топ-менеджмент вовлечен в эту тему и сам исповедует и well-being, и благополучие, и заботу о здоровье, потому что без этого, как я уже говорю, это будет не well-being, а такой well-being washing, да, то есть промывание, да, как говорит washing, так и well-being washing может быть, потому что мы делаем что-то, но делаем это без души, мы там добавили какую-то льготу, а на самом деле мы можем там, я не знаю, устроить такую корпоративную культуру, процветание трудоголизма, неблагоприятный стиль менеджмента, ну а о чем тут можно говорить? Конечно же, well-being это прежде всего, когда мы создаем ту рабочую среду, в которой люди прежде всего, у них решены какие-то основные их потребности, и вот то, что вы говорите, а вообще работодатель, он должен как-то заботиться о счастье сотрудников, счастье, да, это, наверное, очень личная такая характеристика, но работодатель, он должен заботиться о том, чтобы максимально удовлетворять потребности сотрудников, потому что именно вот это удовлетворение потребностей, оно и приведет к тому, что сотрудники сами начинают работать на благо компании, проходить экстрамилию, быть вовлеченными и так далее, и в этом смысле забота о ментальном здоровье, забота о том, чтобы каким-то образом предупреждать стресс или быстро вот этот стресс каким-то образом снижать, это, по сути, забота о том, чтобы создать ту среду, в которой возможно работать. Вот, наверное, многие топ-менеджеры уже просто вот в последние годы увидели, когда мы получаем какой-то острый социальный стресс, это может быть стресс от пандемии, это может быть стресс 22-го года, когда было все очень непонятно, там какие-то компании уходили с рынка какие-то. В общем, когда начинается вот этот острый стресс, люди начинают тревожиться, у них мысли не о работе, и становится очень сложно удерживать нормальную рабочую обстановку. Что можно делать в этих условиях? Конечно же, как можно быстрее, каким-то образом через коммуникации, через диалог, через какие-то правильные активности и мероприятия, снижать этот уровень стресса и восстанавливать вот такую нормальную рабочую среду. И мне кажется, что топ-менеджеры, они сейчас вот это понимают. И для меня вот какие установки лидера должны быть такими ведущими, я вообще вот начиная с пандемии поняла, что сейчас, наверное, успешный стиль такого лидера это эмпатичный лидер или осознанный лидер, тот лидер, который умеет быть на связи с сотрудниками, понимать, в чем их потребности в этот момент, а сейчас действительно очень часто бывают самые разные потребности, это надо быстро считывать и иметь такую вот алертность, правильно реагировать всей компании, масштабировать вот какие-то мероприятия, приходить на помощь тогда, когда действительно вот возникают какие-то сложные истории. Поэтому, мне кажется, эмпатичное лидерство сейчас, во всяком случае в последние годы, нас очень-очень сильно спасало, в том числе и для того, чтобы создать ту среду, в которой можно успешно продолжать работать. Барин, не могу не поговорить, у нас сейчас уже ноябрь месяц, впереди 24-й год, не поговорить о теме трендов. Тренды с точки зрения сферы благополучия, с точки зрения действительно развития там опять же менеджерских, лидерских направлений, абсолютно согласны, что тема эмпатичного лидерства сейчас выходит на первый план, потому что лидерство, как тема лидерства, она не основная для нас, но мы понимаем, что это одна из тех сфер, без развития которой невозможно в целом развитие системы управления. Эмпатичное лидерство, оно звучит прямо очень активно на всех площадках, где обсуждается тем, чем человек центричного бизнеса. Просто подводя к вопросу, вопросы трендов, 24-й год, что вы видите, на что важно будет обращать внимание. При этом я спрашиваю, какой глобальный тренд по всему миру, потому что знаю, что вы тоже активно наблюдаете за всем происходящим в разных странах сегодня совокупно, все равно уровень тревожности, стресса, происходящих на рынке процессов, он может быть по разным причинам, но в целом схож, про какую бы страну мы не взяли, вижу, что такие тенденции тревожные, пока нет такого, что кто-то отключен от какой-то глобальной повестки, может сидеть и полностью быть свободным от происходящего в мире, мы все оказались в мире очень сильно связанным, а с другой стороны, конкретно локально и для России, может быть, для русскоговорящих стран, что мы сами говорим на русском языке, наверняка, нас будут в первую очередь слушать люди, которые этот язык хорошо понимают. Вот на ваш взгляд, какие тренды, тенденции, на что обратить внимание, чем будут заниматься компании, на чем важно им спокусироваться в будущем году с точки зрения поддержки, благополучия сотрудников? Ну, давайте я начну с глобальных трендов, которые действительно, они касаются абсолютно все страны, и я, наверное, вот как социолог начну с тех трендов, которые вообще в мире присутствуют в качестве базовых. Что больше всего беспокоит людей? Людей на самом деле самый большой такой concern – это беспокоит инфляция и опасение, что я не смогу платить по своим счетам. Это затронуло сейчас очень многие страны, да практически, наверное, все. И вот эта тема, она, наверное, скорее всего, найдет отражение и в тех общих well-being настройках, которые будут компании предпринимать. Тема финансового благополучия, она, в принципе, всегда звучала в общей парадигме well-being, но, наверное, именно сейчас, когда вот эти темы инфляции и экономических беспокойств становятся более острые, наверное, и работодатели должны будут на это обращать больше внимания, потому что, собственно, вот когда возникают какие-то кризисы, люди больше всего беспокоятся о том, и у них возникают страхи, беспокойства, тревоги по поводу того, что я могу потерять свою работу, я могу там не справиться с тем, что платить по счетам. И вот тема финансового благополучия, просветительская функция, а как создавать финансовую подушку на случай каких-то кризисов, как уметь правильно обращаться с деньгами и сохранять их – это, по сути, вклад в том числе в ментальное здоровье, потому что мы тем самым снижаем вот этот вот фактор риска, тревоги, который может быть, поскольку, вот, как я говорила, это один из таких ключевых факторов тревоги современного общества в разных странах. Теперь, если говорить о теме ментального здоровья, то по нашим данным во всем мире, когда мы опрашивали людей, просто вот в 30 странах мира, такая проблема, как ментальное здоровье, среди всех проблем со здоровьем вышла на первое место. Это произошло в 2023 году. Еще в 2022 году ментальное здоровье было на втором месте после коронавируса. В 2021 году на третьем месте там был коронавирус, рак и ментальное здоровье. Сейчас коронавирус ушел вообще в конец, рак находится на втором месте, а тема ментального здоровья стала главной, как считают люди, во всем мире. Более того, многие работодатели отмечают, и это уже факт, во всяком случае, в исследовании британских института CIPD, я уже вижу, что по прошлому году они наблюдают, что растет число дней нетрудоспособности в результате нарушения ментального здоровья и последствий стресса. При этом они отмечают, что основные стрессовые факторы, которые приводят к этим неблагоприятным последствиям, это перегрузки и неблагоприятный стиль менеджмента. То есть у нас ментальное здоровье во многом нарушается, и роль работодателя в этом достаточно значительна. И это, соответственно, заставляет нас думать о том, а как работодатели в разных странах могут поддержать ментальное здоровье, тем самым снизить и число дней нетрудоспособности, и вот всех прочих вещей, последствий стресса, которые точно влияют на эффективность работы. Поэтому мне кажется, что все будут заниматься ментальным здоровьем, ну и в качестве какого-то дополнительного такого, вот то, что пришло с таким экономическим кризисом, это, наверное, как-то посмотреть тоже на историю с финансовым благополучием. Это если говорить о каких-то там направлениях. Если говорить о том, как вообще в России, как мне кажется, работодателям пора переходить к системному подходу, к тому, что уходить от каких-то мероприятий в области благополучия или поддержки персонала, к системной работе, и есть даже национальный стандарт по менеджменту психосоциального риска на рабочем месте, о нем не так многие знают, он пока на рекомендательном уровне внедрен, но именно работа по такому стандарту, она может дать какой-то системности, которая включает в себя несколько направлений, по которым мы влияем на ментальное здоровье, на благополучие сотрудников, среди которых это сокращение тех факторов риска, за которые отвечает сама компания, которые накладывают вот эти дополнительные угрозы для здоровья персонала. Второе – это вовлечение сотрудников в здоровый образ жизни, в управление собственным здоровьем. Это извечная история о том, а должен ли работодатель каким-то образом заниматься просветительством и как-то влиять на это? Ну, конечно, должен, потому что от того, насколько будет здоров сотрудник, настолько будет великий коэффициент полезного действия от этого сотрудника. И третье направление – это уже работа с теми нарушениями, со здоровьем, которые есть. То есть компания должна позаботиться о том, а как приводить там и реабилитировать сотрудников, которые пострадали, у которых есть какие-то нарушения здоровья. Поэтому, как мне кажется, что вот следующий год – это все-таки год такой какой-то системной работы должен быть, который будет таким, что ли, ну, пора переходить вот к какому-то более глобальному видению, как мы можем влиять на здоровье сотрудников от каких-то единичных мероприятий, марафонов здоровья. Вот как-то так, я бы сказала. Марина, у меня такой вопрос. Потому что как раз недавно я встречалась, да, коллега, которая занимается темой ментального здоровья из США, задала я этот вопрос. Она сначала очень удивилась, потому что, она говорит, ну, для нее было значительно, как подумала, что расширила рамку от США до всего мира и поняла, почему из-за этого вопроса. Потому что вы сразу поймете, почему я его задаю. Тема ментального здоровья, вообще тема выгорания в контексте стран, говорящих на русском языке, это такая тема, которая долгое время была вообще под запретом. Такая очень сильно стигматизированная. Да, поход к психологу считался, ну что это, что это со мной не в порядке, я что больной? То есть, да, если мы даем рекомендацию, так что я что больной? То есть сразу вот такая начиналась очень сильная стигматизация. Безусловно, молодое поколение, которое сегодня пришло в бизнес, оно выросло в другом контексте, но мы видим, опять же, конфликт двух поколений, когда взрослые говорят, да, они только делают, что у психолога сидят. Тем не менее, тема действительно очень важная, актуальная, и без её проговаривания, без её дистигматизации, без её привнесения именно как некой нормы, заботы о себе, внимания к своему психологическому состоянию, к психологическому состоянию своей семьи, своего коллектива, невозможно движение в этом направлении. Я думаю, вы понимаете, да, вот о чём я сейчас говорю, вот у меня к вам вопрос. Как, на ваш взгляд, правильнее, с точки зрения контекста компании, с точки зрения контекста, может быть, команды, да, иногда, может быть, сложно сразу за большую компанию, когда команды, вот руководители, у неё есть эти люди. Какие шаги, как выстроить процесс работы, чтобы тема ментального здоровья, забота о нём, да, перестала быть, ну вот, чем-то таким странным, да, наоборот, она стала нормой, чтобы об этом говорили, чтобы это обсуждали, чтобы об этом заботились. Ведь потому что, если это будет взглядом внутри компании, это дальше пойдёт, опять же, в семьи, тем более, что, да, ну, дополнил, действительно, большие стрессы за последние годы, такие прям мощнейшие люди пережили. Если это держать внутри, риски точно возрастают, да, и на уровне человека, и на уровне бизнеса. Вот на ваш взгляд, что бы вы посоветовали компании, да, какие подходы? Смотрите, мне кажется, что здесь вот есть три направления, которые я тоже стараюсь и в своей компании каким-то образом продвигать вот все эти составляющие, и мне кажется, что они правильные, и при таком системном использовании дают хороший результат с точки зрения того фокуса на ментальное здоровье, который мы бы хотели, чтобы и сами сотрудники, и сами работодатели имели. И первое – это, конечно, просветительская работа и проведение каких-то семинаров, вебинаров, мастер-классов, которые немножко расширяют осознанность людей относительно того, что такое ментальное здоровье, какие бывают нарушения ментального здоровья, как можно их предупреждать о том, что работать в ментальное здоровье – это такая же может быть болезнь, как любая другая соматическая болезнь, которая вылечивается, которая не является противопоказанием для того, чтобы человек успешно работал после того, как он там реабилитировался и так далее. То есть это большая просветительская работа на уровне компании. Второе – это, конечно, работодатель сейчас, особенно вот в это время, когда у нас такие большие угрозы с ментальным здоровьем, должен предложить какие-то услуги по улучшению этого ментального здоровья, когда оно не очень в порядке или просто люди в тупике. И здесь, мне кажется, программы поддержки персонала играют большую роль. То есть это аутсорс, который можно получить, заключив контракт с такой программой, которой много и во всем мире, и в России уже, которые, по сути, дают возможность консультации сотрудникам по вопросам психологическим, финансовым, юридическим. Это те вещи, которые больше всего отнимают ресурс у сотрудника, беспокоят, создают тревогу. Ну и психологические какие-то проблемы он всегда может решить, и это та услуга, которая оплачивается работодателем. Более того, сейчас все больше, и мне кажется, абсолютно обоснованно в пакеты ДМС добавляются услуги психолога. Поэтому мне кажется, что здесь вот если это добавлять, давать в качестве услуги, такой включенной в пакет, и еще и рассказывать об этом, я бы даже сказала, продавать приходится эту услугу, потому что просто добавив, никто просто так не пойдет. То есть нужно обязательно продавать эту услугу и работодатель сам, и с помощью этих программ-психологов, которые эти услуги оказывают. Эта история очень важна. Ну и третье, и мне кажется, может быть даже критичное для того, чтобы каким-то образом улучшать ментальное здоровье в коллективе, это тренинги и образование линейных менеджеров. Потому что, как выясняют многие исследования, ментальное здоровье сотрудников, выгорел он или не выгорел, очень серьезно зависит от эмоционального интеллекта, от эмпатии линейного менеджера, от того, насколько он замечает, какие есть проблемы у сотрудника, насколько он в стрессе, может быть он уже выгорает, какие у него есть сигналы, может быть. И здесь нужно обучать и тому, а что такое нарушение ментального здоровья, к чему они могут приводить, что такое выгорание, к чему оно может приводить, а как проводить профилактику, как разговаривать с сотрудниками. Ну хотя бы выменить в необходимость, что каждый линейный менеджер должен с определенной регулярностью проводить встречи один на один с сотрудником, что когда он может поговорить не только о проекте каком-то рабочем, но и о том, как у него дела. И это главная профилактика каких-то проблемных зон, связанных с ментальным здоровьем. Поэтому мне кажется, что вот такие вот разные мероприятия, направленные и на коммуникацию, и на предоставление услуг, и на тренинги для, особенно менеджеров линейных, мне кажется, они дадут хороший результат. Марина, не могу не поговорить, конечно, о вашей книге тоже, потому что она как раз посвящена теме стресса, его проживания. Мы знаем с вами, что вообще в науке, в науке о счастье, есть два термина, связанные с проживаемым стрессом. Есть синдром посттравматический, посттравматический синдром, посттравматическое расстройство, которое приводит к огромному количеству негативных последствий, но и оно хорошо известно, про него много говорят. А с другой стороны, есть понятие посттравматический рост, несмотря на то, что цифры там тоже достаточно высокие, но про него известно чуть меньше. Вот я бы хочу сказать, как раз с точки зрения как раз грани прожитого стресса, как и что бы посоветовать, немножко рассказать как раз о книге, про что она, и немножко посоветовать, дать советы людям, как же, проживая вот эти непростые жизненные периоды, не впадать в травму, а как бы дооборот, получать из этого возможности для роста и движения вперёд. Потому что даже сейчас, наблюдая виды, как люди по-разному из этого вышли, кто-то, большинство интуитивно, но на мой взгляд, как раз чем хороша наука, это что она это всё изучает. Наука, она открывает и логику действий, которые можно воспользоваться, чтобы, по крайней мере, точно повысить свой шанс выбрать позитивный путь. Вот такой к вам вопрос, как выйти на позитивный путь, и может быть, тоже ваша книжка здесь, если она содержит подобные советы, было бы классно поделиться, рассказать. Это будет отличный повод на эту книгу дополнительно обратить внимание. Да, вы знаете, на самом деле, я, наверное, вот эту книгу в большей степени писала по следам того стресса и выгорания, с которым мы все столкнулись, и наши команды столкнулись во время пандемии. И это был повод задуматься вообще о том, что такое стресс. На самом деле стресс несёт достаточно много позитивного, и вообще-то мы с вами достигаем, развиваемся, используя вот эту позитивную энергию стресса. В зоне комфорта мы не растём, поэтому, конечно, мы всегда должны испытывать какие-то, может быть, челленджи, какие-то вызовы, которые нас в результате переводят на какой-то другой уровень. И это позитивная роль стресса. Но что произошло в пандемию и дальше? Просто количество вызовов, оно стало, наверное, больше, чем те ресурсы, которые мы можем с вами использовать для того, чтобы справиться с этими вызовами. И когда вот этот возникает дисбаланс, возникает дистресс, возникает хронический стресс, возникает выгорание. И книга, как раз она и называется, «Балансируя на грани», имея в виду, что, собственно, нужно уметь поймать эту позитивную энергию стресса и не свалиться в выгорание. И для этого в книге я, собственно, исследовала этот феномен и в том числе давала различные факторы стресса, факторы выгорания, которые как раз, продиагностировав, мы имеем возможность найти их, зафиксировать и поработать с ними. И что самое важное, как мне кажется, есть факторы организационной среды, с которым очень важно работать с работодателем. И в книге я специально сделала перевод одного из опросников по шести факторам выгорания рабочей среды от Кристины Маслах. Собственно, она социальный психолог, которая является, можно сказать, разработала вот эту трехфакторную модель выгорания. У нее есть опросник по выгоранию и также есть опросник по факторам оргсреды, которые могут приводить к выгоранию, к стрессу. И, как мне кажется, что вот крайне важно делать диагностику по этим факторам, к которым относятся там вознаграждение, загрузка на работе, автономия и контроль, насколько я могу контролировать, чувство справедливости, ценность, взаимоотношения. И вот эти факторы, если их измерять и делать какие-то мероприятия, которые позволяют, скажем, как-то реагировать и что-то делать вот с этими факторами, они будут служить профилактике выгорания. И, что хорошо, их можно использовать для себя лично, для того, чтобы подумать о том, а как я могу сам выйти из стресса, особенно если это связано с факторами стресса рабочей среды. Ну и кроме факторов рабочей среды, на самом деле на нас влияет еще очень много всего. Это и социальный стресс, это индивидуальный фактор стресса, мы сами себя нагружаем какими-то своими неконструктивными убеждениями и мыслями, которые заставляют нас испытывать напряжение и стресс. И вот эти все факторы очень важно про себя знать. И я стараюсь как раз, вот постаралась в этой книге описать все эти факторы, дать какие-то тесты и провести вот эту вот диагностику, а потом дать какие-то инструменты, а что с этим делать, и как можно на разных стадиях выгорания из этого выходить, реабилитироваться и дальше уже, наверное, организовать для себя ту жизнь, которая позволит балансировать на грани без скатывания в какие-то выгорания. Поэтому, наверное, вот тот опыт, который у меня был и в течение пандемии, и дописывала я ее уже в 22-м году, и корпоративные какие-то вопросы, связанные со стрессом выгоранием, и личные коучинговые какие-то практики, вот это все я постаралась в эту книгу внести для того, чтобы сделать такое руководство по самопомощи для себя и для руководителей, как они могут помогать своим командам. Приближаемся к финальной стадии нашего с вами диалога, хотя, кажется, мы могли бы часами говорить, но наш фактор внимания, он тоже ограничен, да, и всей аудитории. Всегда задаю примерно одинаковый финальный вопрос. Вот звучит так, вот такие три ключевых совета, с чего начать. Ну, я сейчас чуть-чуть углублю, вот если мы представим, что нас смотрит человек, у нас две роли, например, есть у нас смотрят HR, и есть у нас лидеры бизнеса, им надо заразить своей идеей, важностью темы благополучия, либо свою команду, либо своего начальника, что бывает сложнее. Вот как, на ваш взгляд, лучше это сделать? Может быть, из практики тоже есть какие-то лайфхаки, как вдруг компания, которая никогда этим не занималась, возникает эта тема, да, она развивается и так далее. Что бы вы посоветовали таких, ну, хотя бы три шага, которые можно сделать, чтобы тема благополучия стала, как минимум, обсуждаемой, но, надеюсь, в дальнейшем, да, уже создаваемой в контексте компании? Первое – это, конечно, диагностика. Вот без этого невозможно ничего внедрять, потому что если вы не знаете проблематики, вы не знаете, в чем проблема, от чего страдают сотрудники, не стоит внедрять какие-то мероприятия, потому что они, наоборот, могут восприниматься, как действительно вот такой well-being-вошинг. Ну, то есть вы сделали сотрудников доброе дело, сделали какую-то там, я не знаю, йогу в офисе, они на самом деле страдают от того, что в компании трудоголизм принято работать очень там допоздна, и в отпуске, и выходные тоже. И как это будет воспринято, я думаю, что не очень, поэтому сначала нужно посмотреть на те факторы стресса и выгорания, которые есть в компании. Поэтому для меня это диагностика всех факторов, которые компания сама может приносить для того, чтобы, скажем так, создавать стресс и предпосылки для выгорания своих сотрудников. Первое – это диагностика. Второе – это тренинги обязательно для линейных менеджеров, которые, собственно говоря, сфокусированы на том, что им важно быть эмпатичными, им важно быть внимательными к сотрудникам. И вот через этот инструмент мы можем доносить, мы не все можем доносить только через корпоративные коммуникации, нам это нужно делать через линейных менеджеров. Ну и для успеха крайне необходимо, чтобы топ-менеджмент был на стороне вэлбинг и разделял эти ценности. Вот поэтому мне кажется, что топ-менеджмент, который разделяет цели и ценности вэлбинг, линейный менеджер, которые несут это дальше до каждого сотрудника и каждый сотрудник о нем заботится, и он под контролем. Ну и третье – это все-таки диагностика, которая позволяет понимать, какие у меня есть проблемы, что я должен с этим сделать, и дальше отслеживать, мониторировать вот это состояние в компании ментального здоровья, благополучия, вовлеченности персонала и вот основных каких-то вот факторов взаимодействия сотрудника и компании. И я думаю, что тогда вообще все будет хорошо. Спасибо, Марин, большое спасибо. На этой позитивной ноте мы с вами будем завершать наш подкаст. Спасибо всем, кто нас слушал, спасибо всем, кто будет нас слушать в будущем в видео, в аудио формате. Это подкаст Happy at Work. Еще больше материалов на тему счастья и благополучия вы можете найти на телеграм-канале Адмион, на телеграм-канале Happy at Work. Я также хочу сказать, что тоже всем рекомендую следить за социальными сетями телеграм-канал вашей гости, Мариной Безуговой. Тоже очень много полезных и интересных материалов. Ну и самое главное, добро пожаловать в тему благополучия. Пусть это станет большую частью вашей личной жизни, профессиональной жизни, потому что каждый из нас может сделать что-то хорошее для себя, для своих окружающих, и таким образом мы сможем противостоять большому стрессу и стать немного счастливее. Марина, спасибо большое за участие. Спасибо. До новых встреч. Мне было очень приятно, и большое спасибо, что вы поднимаете эту тему, делаете ее публичной, и таким образом тоже вносите вклад в то, что ментальное здоровье это не стигма, это классно, это здорово, и благополучие сотрудников это то, это забота каждого работодателя. Спасибо, и благодарю всех, кто присоединился или будет слушать этот подкаст. Спасибо большое, хорошего дня, хорошего вечера, остаемся на связи. На связи, всего доброго, до свидания. До свидания.